Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников и скульпторов Владимир Давидович Баранов-Рассине или Баранов-Рассине. Настоящее имя и фамилия Шурим Вольфлейб Баранов. Мастер русского авангарда, живописец и скульптор. Родился 1 января 1888 года в селе Большая Лепатиха, Таврических губерний Российской империи. Учился в Одесском художественном училище, выпущен оттуда учителем черчения и рисования. В 1888 году вступил в Высшее художественное училище при Императорской академии художеств, но был отчислен за непосещение занятий сразу после первого курса. Вместе с Михаилом Ларионовым, Натальей Гончаровой, Давидом Бурлюком, Александром Экстером и другими молодыми художниками участвовал в первых выставках русского авангарда в составе художественной группы «Венок Стефанос». Путешествует по Европе, обосновывается в Париже, дружил с Марком Шагалом, Осипом Цаткиным, Александром Архипенко, Хаимом Суетяным, Модельяне. Стал обитателем знаменитого парижского дома Улей. В это время началась его дружба Робертом Дилане и Соней Дилане. И Баранов увлекся идеей выразить динамику движения и музыкальности ритма с помощью закономерностей взаимопроникновения основных цветов спектра. Выставлялся в осеннем салоне салона независимых, а также на выставке авангардица в Цюрихе и Амстердаме. Берет себе псевдоним Даниэль Рассинея. В салоне независимых впервые представил полихромные кубические скульптуры. После этой выставки молодого художника хвалил Гейума Полинер. Во время Первой мировой войны жил в Норвегии, где окончательно сформировался его художественный стиль. Там же в Норвегии в городе Осло состоялась его первая персональная выставка. Художник углубленно изучает проблемы синтеза музыки и цвета, продолжая идеи орфистов. В это время он сконструировал оптофоническое цветомузыкальное пианино и давал первый оптофонический концерт в Норвегии и Стокгольме, Швеция. В 1917 году после февральской революции вернулся в Россию. Преподавал в свободных художественных мастерских в Петрограде. В Москве участвовал вместе с группой известных художников оформления площади восстания в Петрограде в годовщине Октябрьской революции. Писал большие революционные по-новому. Я зачитываю Википедию. В 1918 году организовал мастерскую в здании бывшей Академии художеств в Петрограде. Вот что пишет Юрий Анненков. Русский и французский живописец и график. В течение многих лет и вернее в течение всей своей творческой жизни он неизменно оказывался в первых рядах самых разом разных авангардных течений. Будь то кубизм или сюрреализм, футуризм, экспрессионизм и так далее до абстракции. Был спутником и соратником в очень трудных боях, взволновавших художественный мир. Именно художник Баранов Рассине в 1918 году был членом комиссии по выработке форм обмунирования для Красной Армии. Осуществил окончательную прорисовку на основе предложенных проектов эскиза Буденовки и остальных элементов новой формы ККА. В начале 1920-х годов художник развивал идею Искрявина, продолжает заниматься проблемами цвета музыки и создает клавир. Новый вариант оптофона, каждая клавиша которого соответствует не только определенному звуку, но и цвету. Цвет, проходя через оптические фильтры, проецировался на экран. Два цветовизуальных концерта были даны в 1923-1924 годах в театре Мейрхольда и в Большом театре в Москве. Несмотря на признание конструкции советским патентным ведомством, обилие выставок в 1925 году Рассине с семьей уехал в Париж. Во Франции вновь запатентовал оптофон, это несмотря на признание конструкции советским патентным ведомством. И организовал оптофоническую академию, проводил аудиовизуальные исследования, давал оптофонические концерты, преподавал и с помощью своего изобретения пытался воспитывать визуальное восприятие у учеников. Был одним из основателей движущей скульптуры. Во второй половине 20-х годов Баранов Рассине заинтересовался направлением сюрреализма, выставляется в салоне независимых. Запатентовал хамелеон метод, пуанталистический динамический камуфляж, как способ паскировский войск. Этот патент лег в основу пятнистого камуфляжа в 1939 году. В 1943-м был арестован в гестапо, в январе 1944 года погиб в концлагере Освенцим. Самая популярная картина Баранова Рассине «Ритм» на аукционе «Кристис» в Лондоне была продана в 2008 году за 2,7 миллиона фунтов стерлинга. Баранов Рассине является автором ряда технических изобретений, в частности хромотофометра. Это прибор для анализа качества драгоценных камней, а также прибора, позволяющего производить и очищать химические растворы. Он запатентовал его в 1934 году. Вот так вкратце о Владимире Давидовиче Барановой Рассине, мастере русского авангарда, живописце и скульпторе. Пока-пока, до свидания.